В настоящее время форум, проводимый в стенах Казанского федерального университета, с 2015 года является одной из крупнейших в мире специализированных научных площадок по обсуждению профессиональной подготовки педагогов. Ключевая тема этого года – страны БРИКС на пути совершенствования подготовки учителей. Торжественная церемония открытия прошла в культурно-спортивном комплексе УНИКС. Когда руководство вуза и почетные гости заняли свои места, прозвучали гимны Российской Федерации, Республики Татарстан и Казанского федерального университета. После чего с приветственной и поздравительной речью выступил президент Казанского университета Рияс Минзарипов. Выражаем надежду, что участники ФТ-24, число которых, как уже здесь сказали, превысило тысячу человек, смогут обсудить здесь результаты своих исследований, накопленные практики, а также вырубят конкретные рекомендации для совершенствования образовательного процесса в высшем и среднем образовании. Внесут свой вклад в научное формирование новой национальной стратегии подготовки учителей. Еще с 2016 года на базе КФУ был создан региональный научный центр Российской Академии образования в Приволжском федеральном округе. Результаты совместной работы показали важность научного взаимодействия с Российской Академией образования. Казанский федеральный университет получил объективную оценку происходящих изменений и, несомненно, усилил их качественную составляющую. Поэтому в адрес участников поступило и видеоприветствие от президента Российской Академии образования Ольги Васильевой. Сегодня КФУ представляет собой яркий пример вуза в успешно развивающихся педагогическом направлении. Университет достиг заметных успехов на национальном и международном кожу. Смиропал уникального инфраструктуру, реализовал большое число исследовательских проектов, проведя ряд крупных научных мероприятий. После торжественной части и выступления почетных гостей стартовало пленарное заседание. Программа форума обширна. На протяжении трех дней будут проведены симпозиумы, заседания исследовательских групп, секции, круглые столы, мастер-класс и питч-сессии. Общее количество заявленных участников форума в этом году – 1022 человека. Ключевые спикеры ИФТ – ученые России, Бразилии, Индии, Китая, Южноафриканской Республики, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии. Также в работе форума примут участие 16 академиков и членов-корреспондентов Российской Академии Образования. Более 60 руководителей вузов, реализующих программы педагогического образования. Наш форум является своеобразным мостом, научным мостом, к масштабному саммиту лидеров стран БРИКС, который состоится в октябре этого года у нас в Казани. Поэтому главная философия нашего, главный тезис и посыл нашего форума от сотрудничества политического, сотрудничества образовательного. Я думаю, те сотни дискуссий, обсуждений, которые состоятся в рамках форума, несут большую лепту в объединение ученых из стран БРИКС и стран Центральной Азии. На самом деле проблемы во многих контекстах идентичны. Тем не менее, существуют и какие-то вариативные вещи. На сегодняшний день актуальны повестки проблемы миграции, проблемы психологической безопасности. Не случайно форум носит уже междисциплинарный характер. К нам приезжают исследователи не только в области педагогики, но и в области психологии, миграционной педагогики и так далее. Для нас очень важно отследить те проблемы, которые на сегодняшний день стоят перед системой высшего педагогического образования и педагогического образования вообще, для того, чтобы понимать, как помогать системе. Ежегодно форум предоставляет возможности для продуктивного сотрудничества исследователей и практиков, поддерживает инициативы совместных исследовательских проектов в области педагогического образования. Идеи и результаты, представленные на форуме, позволяют укреплять научное сотрудничество и способствуют повышению качества подготовки учителей в мире. С юбилеем! Наш драгоценный ИФТ! Кристина Отекина, Тимур Ахметов, Универновости.